Ваши чести, я полностью поддерживаю доводы апелляционной жалобы, я считаю, что приговор Мирового судей судебного участия в МГБ, балалоноса, раскололся, явно незаконно подлежащим безусловной отмене, поскольку выгодом суда не соответствует фактическим обстоятельствам дела и суд допустил существенное нарушение балалоносационного закона. Я изначально, и чем первым в судебном свидании, выступая подробно в инвестиционном жалобе, подробно вложил в суду позицию частного обвинения, в соответствии по терпевшей стране, по допустимым нарушениям и по несоответствию выбора суда фактическим обстоятельствам, имеющимся по данному уголовному делу, и указал действительно, что приговор Мирового судей устанавливали такие обстоятельства, которые противоречат всем исследованным по делу доказательствам, в частности о том, что якобы конфликт произошел из-за того, что Пиловаров решил прекратить отношения с Крусовым, о чем и заявил. Однако на самом деле отношения как раз решил прекратить с Крусовым, с Пиловаром, о чем ему заявило, и попросил его покинуть ее дом. И как мы видим, все обстоятельства сделаны, как раз он и остается в ее доме против воли Крусова. Если бы он действительно расторгал отношения, он бы естественно ушел бы, а потом не стал бы оставаться в квартире. Но это элементарная логика, с вашей честью. Что касается доказательств этого в суде первой инстанции, я считаю, что их вполне достаточно было для вынесения обвинительного приговора в отношении Ивоватов. Это и показания свидетелей, это и показания самой потерпевшей Крусовой. Никаких оснований, сомневаться в правдивости и показаниях не имеется. Каких-либо оснований для коротки Пиловарова ни у свидетелей, ни у самой Крусовой не имеется. Кроме того, была проведена в нашем Крусовой судебно-медицинской экспертиза. Было получено заключение эксперта номер 40, 23, 19, 25, 22 года. Данное заключение эксперта является относимым, допустимым, достоверным доказательством. И экспертом сделан твердый вывод, вполне обоснованный, о том, что Крусовой был причинен легкий вред здоровью. И сделан вывод о том, что полученные, все полученные к Крусовой повреждения, включая их подзем, могли образоваться 9 сентября 22 года. Я хочу отметить, что суд не связан какими-то конкретными доказательствами. И заключение эксперта номер 315, 30 января 2023 года, оно для суда не является обязательным. Причем, учитывая, что есть все сомнения в его обоснованности, то есть, точнее, должно сказать, что доказана его необоснованность, установлена его необоснованность, поскольку выводы свои эксперты не аргументировали надлежащим образом. Поэтому, Ваша честь, все доказательства для признания виноватого виновным, они имеются по данному правовому делу. И к судам первой инстанции были допущены на самом деле многочисленные нарушения в обществе закон, о которых я указывал уже и в самом первом судебном заседании, и по ходу всех этих судебных заседаний. И поэтому, учитывая все эти обстоятельства, я прошу приговор мирового суди отменить как незаконный и, либо же, как указано в апелляционной жалобе Крустовой, направить дело на новое рассмотрение суд первой инстанции, либо же, как сказал доверитель также еще мнение, в заседании это полагает, что может быть вынесен и обвиниться апелляционный приговор. То есть, я считаю, что для вынесения апелляционного приговора в нашем биловаро все основания имеются, и все декодогадательства для этого есть. Ваша честь, категорически не согласен с позицией частного обвинителя и его представителя. Полагаю, что в рамках апелляционного рассмотрения главного дела не установлено само событие преступления, указанного в заявлении Крустовой, оправдательный приговор в мировой суде судебного участка номер 9 в городе Блако от 16 марта в начале первой аварии является законом и обоснованным. В заявлении Крустовой от 30 ноября, которое послужило основанием судебного рассмотрения, указано противоречивые сведения относительно последовательности и времени происходивших действий. Доводы свои о тяжести причиненного для здоровья частный обвинитель основывает на заключении судебно-медицинской экспертизы номер 40, 20, 33, 19 октября, которая получена с явными нарушениями закона. Во-первых, сам диагноз поставлен на лишнее основание ее жалоб при отсутствии клинической картины сотрясения головного мозга, как видно в записании меддокументов. Во-вторых, в меддокументах услуги имеют существенное противоречие относительно симптомов, относящихся к черепной мозговой травме. В-третьих, в медицинской документации содержится сведение о наличии у нее хронического заболевания. Снесловная тугарухость. В связи с изложенным вовшеназвленным заключением судебно-медицинской экспертизы является инкульсивным доказательством, а значит, не может быть положено в основу приговора. Кроме того, в честь положения в ДНК, заключается право, обязанность точнее, в случае несогласия дозреваемого, судимого с заключением эксперта, проведенного в ходе до судебной проверки, назначать соответствующую экспертизу в рамках расследования и судебного разбирательства. Иных доказательств, утверждающих подчинение хрустову легкого вреда здоровья, заявительницут не представлены. Напротив, с показания права расследуют, что телесное повреждение хрустову он не наносил, вредное здоровье и не подчинял. Допрошенные эксперты, ясно-глубажанов в сырке, показали, что на них не оказывалось давление руководство ни кем-либо еще с целью повлиять на выживание проводимых судебно-медицинской экспертизы, оценки тяжества вреда здоровых хрустов. В медицинской документации хрустов не описана клиническая картина с отнесением головного мозга, имеется только ее субъективный жалоб. В результате допроса первого, проведенной в медицинской экспертизе номер 315 и допроса экспертов установлено, что здоровье выслуга вред не причинен, а правоподобие области правого отвеча получили и позже приемных обстоятельствах. Указаны обстоятельства, со всей очевидностью, если до отсутствия событий преступления указаны на заявлениях и условиях. С долгами апелляционных жалоб и выступлением частного обвинительного представителя не согласен полностью, поскольку каких-либо нарушений уголовно-инфекционного закона в ходе судебного избирательства, судакой администанции, которые могли бы повлиять на принятие закона и справедливые решения допущены не было. Вопреки новым апелляционной жалобой, какой-то сударец должен быть в договоре в соответствии с фактическим устойчивым уголовным делом и договором Грисе в полном соответствии с требованиями статьи 322-й уголовно-инфекционного кодекса. Полагаю, что суд обоснованно отказал в частном обвинитель производство подкольной экспертизы. В деле имеется только одно заключение 315-е, заключение 42-33, полученное с нарушением закона и соответственно противоречий никаких не имеется у нас в деле. В ходе судебного заседания судакой администанции таких противоречий и обоснованных сомнений установлено не было. Полагаю, Ваша честь, что никаких оснований для признания незаконных и необоснованных приговоров судакой первой инстанции не имеется. Прошу оставить оправдательный приговор на работе судей и сегодня участвованы в дверь в городе Балаков, 16 марта в отношении к Баварову Олеговичу. В связи со субстанным событием преступлениям, в частности, 1 ст. 115 УК РФ без изменения о администрационном здравомых послуге без договорения. А я по поводу защитника Баварова сказал таких фразы, что Баваров выступал в суде и дал показания, что он никакой телесный вред не причинял. И, в принципе, он со мной хотел расстаться. Но после прослушанности в результате разговоров меняя Кивоварова, работа Сергея Чернову задала Кивоварову вопрос, где он как раз-таки ответил, что он со мной расстался и не бил меня и не трогу пальцев, цитируя его. После чего Чернову задает вопрос, вы действительно управляли автомобильным состоянием обугольного обвинения? На что Кивоваров отвечает, нет, я не управлял. С Улья Чернову в этот момент листали документы дела и говорит, 23 сентября вы следователю сказали, что вы выпили 3-4 рюмки в виске. После чего Кивоваров отвечает, ваш честь, больше я ничего говорить не буду, я хочу статью 51. И, в принципе, в последующих, во всех заседаниях, когда я задавала вопрос к Кивоварию, я не тоже езжу, я в дело. Кивоваров отвечал, он статью 51, статья Конституции. Если он прав, если он считает, что он меня не трогает, я думаю, что он человек, который невиновен, он будет не буду соответствовать. Моё право, не отвечать. Да. Отвечать свои последние слова? Нет, ваша листья. Меньше сказать, добавить своих мнений. Чего вы? Я, кажется, у нас уже последние слова прозвучало. У вас была репетка? Нет, была репетка. Ваши, если нет, больше нечего, что сказать. А ваша листья, с которой вы сейчас садитесь, в одном совершенстве, а вы говорите, не ваша листья, не ваша листья. Моё, это дело, правда, замечательно. Так же, как её представительство, про она. Ваши, если ничего сказать не даёт, нет, я просто прошу вас, если дали слово, не с этой стороны, и тут, она сидит, мне всё время что-то там, как только в своём говорится, у меня какие-то вопросы, как я сказал, головой кивает. Здесь не в очередь встаёт. Ну что, отсюда? Нет, больше нечего. Я как вас, я обозвал, как-то к ним сказать? Таким. Ваш сосуд нормально всё? Нет, я сейчас сейчас. Расслуживаю. Я считаю, что удаляется встречательному кому-то, итоговое решение по делу будет облашено всего. Более 17 часов, 10 минут. Официальное предоставление Российской Федерации 31 мая 2023 года. Болоком с Расковностью. Болоком с Расковностью. Состав председательствующего судьи Гудакова и секретарю судьи здания Холдова с частным обвинителем потерпевших руслов представителей частного обвинителя судебших Терпинова. Оправданного в Раварии защитника адаптных правов. Смотрим, открытым судебным состоянием и облицом жалобу частного обвинителя потерпевших руслов. На приговор на его суде судебного участка номер 9 города Болоком с Расковым с 16 марта 2023 года, которым Раваров Иван Игоревич несудимый, оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 115 КР за существуем события преступления. Заслужив преступление частного обвинителя, потерпевших руслов или представителя адвоката Терпинова, поддержавших долг для апелляционной жалобы, мнение оправданного его защитника, полагавших, что основание для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. Приговор является законом и обоснованным судно-регулиционной инстанции. Приговорил приговор мирового судьи и судебного участка номер 9 города Болоком с Расковым с 16 марта 2023 года в отношении Раварова Ивана Игоревича отменить Раварова Ивана Игоревича по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотренного частью 1 ст. 115 КРФ оправдать на основании пункта 3, частью 2, ст. 302 УПКР за отсутствие состава преступления. Операционное обстановление может быть обжалован в 1-й ст. суд общей юридикции в порядке установленного главой 47 КРФ о судебных праве ходатайства о своем участии в судебном заседании в судах и социальной инстанции. Также лицам участвующих в деле разъясняется возможность ознакомления с протоколом судебного заседания с аудиозаписью заседания и также право принесения замечаний на протокол судебного заседания. Судебное заседание Белия Саврына. После того, как суд вынес оправдательный приговор Пивоварову, Иван Игоревич пожелал мне удачи. Я думаю, удача мне пригодится в дальнейших конституционных уже инстанциях, а может быть даже и в Верховном суде. То есть не отправляются на суде? Нет. Потому что у меня правда. И на самом деле и я, и Пивоваров знаем, что это было. Что он действительно меня бил. В страшные времена живем. Сложно и трудно доказать свою правду и найти ее. И правду уже не представляется найти даже в суде. При таком количестве доказательств с моей стороны оправдать в апелляционной инстанции я, если честно, поражена. Я все-таки надеялась и верила, что апелляционная инстанция вынесет обвинительный приговор Пивоварову. Были у меня такие надежды. Но, увы, ах. Судебная система без комментариев. У простых граждан все меньше и меньше остается вера в куросудность суда. Очень и очень жаль.